И всем привет! Сегодня у нас вновь тема с кучей размышлений. Тема для ролика пришла ко мне абсолютно внезапно, так же как и осознание моей тупости, но обо всём по порядку. Если вы, кстати, ходите на стримы, то уже видели этот скетч, я делала его аж два стрима, то есть почти две недели, даже, наверное, три, если учитывать, что одну неделю стрима моего не было. Но я всё никак не могла его закончить, и, как видите, даже не доделала его на стриме. В общем, давайте порадуемся за меня, что я его, наконец-то, выстрадала и даже не удалила, а то желание, кстати, такое было. Надеюсь, все, кто смотрел, как я мучилась, остались довольны. Заходите, кстати, на стримы, мы там рисуем в спокойной атмосфере, ну и отдыхаем, конечно же. Реклама стримов закончилась. Так вот, как мне вообще в голову пришла эта тема? Смотрела я ваш пресловутый тикток, ничего не предвещало беды, как вдруг мне, гляньте, попался иностранный ролик, где какой-то челик высмеивал арты художницы. Анатомия, типа, там плохая рисовка, говно, но, знаете, вот это вот всё в лучших традициях хейтеров. Я ролик пролиснула, потому что подобный контент меня не интересует и забыла о нём. Проходит какое-то время, тикток мне вновь подкидывает похожий ролик на этого же самого художника. Я опять его скипнул. Так повторялось раз пять, пока мне не надоело. Я буквально не смотрела уже тикток, просто лежу такая и думаю, блин, почему он мне постоянно предлагает эти ролики? Не могла я выкинуть это из головы и вот так примерно и родилась эта идея. Так вот, я, короче, думала об этом ролике, ждала, пока тикток мне вновь ему предложит. И да, так получилось, он мне его вновь предложил. И я уже посмотрела, что там предлагает автор, показывает, чтобы понять, типа, откуда вообще такой наплыв хейта. Может быть, там, не знаю, человек детей ест, котиков не любит или, может, рисует что-то аморальное. Хотя тоже такая себе причина, но да ладно. На втором ролике я поняла, в чем дело. У этого Артера есть фан-персонаж по моей геройской академии. И он шиперит его с канонным персонажем. Сразу скажу, это не хейт слив видео на художника. Честно говоря, я даже не помню ник этого человека, просто потому что я против нее или его ничего не имею. Все эти ролики про Артера лишь натолкнули меня на мысли, я захотела ими поделиться с вами. В общем, кто знает, о ком идет речь, может написать никнейм в комментарии. Я действительно просто не посмотрела, не лайкнула ни один видос, чтобы посмотреть и записать, поэтому ничего не знаю. Так вот, у Артера есть фан-персонаж, и она шиперит ее с Бакуга. Вроде бы ничего необычного, каждый третий фанат чего-либо мог бы сделать абсолютно точно так же. Да и фан-персонажи по героике, в общем-то, не редкость, учитывая всю специфику всего аниме. Как я поняла, людям не нравится ее персонаж просто внешне. У Автора стилистика такая а-ля Винкс, с худой талией, длинными ногами, с большими бедрами, большой грудью. Мне, честно говоря, вообще без разницы, если человеку нравится так рисовать, то, пожалуйста, Ким Картошьян же как-то существует, все окей. Но они все такие же пофигисты, как и я. И вот типа из-за стилистики она якобы выглядит старше, типа не канонно, еще и шип с челом из аниме. Ну и вроде как все. Ну, то есть, да, это буквально основные причины для хейта, хотя я всего этого наплыва реально не понимаю. У фанов Наруто вообще принято делать фан-персонажи из скринов аниме. А может и не принято, но 80% картинок с ними почему-то выглядит именно так. Тот человек сам рисует по своей какой-то идее, по своей стилистике. Странно, ладно. Я бы с удовольствием начал вам затирать за канон, но я и не смотрела это аниме раз. Второе, ну это же можно буквально воспринимать как аушный фанфик. Я помню то время, когда я увлекалась чесением фанфиков, создание аушек по вселенной с полным ломанием каноном. Было вообще нормой, и даже я так делала. Главное, чтобы задумка была интересная, а то, что какой-нибудь там условный Саски теперь стал Узамайки, и внутри него Курама, всем уже было бы пофигу. Это же новый взгляд на историю. Фанфиков, где самочитательница становилась ГГ, тоже было пруд в груди, и я уверена, что сейчас их все так же много. Я просто никогда не понимала прям настолько сильного хейта в сторону человека за создание персонажа. Нет, ну вы просто вслушайтесь, тебя ненавидит интернет за то, что ты придумал и нарисовал картинку. Обводчики, срисовщики и воры столько хейта не получают, как люди, которые просто живут в свое удовольствие и рисуют то, что нравится им. Ну, что поделать, людям не нравятся довольные своей жизнью другие люди. Я помню, когда мне было лет 13, у меня был персонаж Панарута. Естественно, с канонным шипом. Она выглядела прям довольно сьюшно, поскольку она даже внешности ломала канон вселенной. Вот, вот настолько я умудрилась это сделать, да. По идее, она была из кланов Юга, но у нее были розовые волосы и зеленые глаза, и мне было вообще тогда насрать, я ее рисовала по приколу для себя. Честно, очень жаль, что эти шедевры не сохранились, я бы очень хотела вам их показать, но, к сожалению, это что-то настолько древнее, что у меня этого уже в архивах просто нет. Но затем персонаж перерос вообще в другое, у нее появилась своя вселенная, и она пошла по стопам Махасёдзи и стала девочкой-волшебницей, забив на Наруто. А затем я вообще выросла и с того, и с другого, и персонаж погиб смертью храбреца. Так вот, делала я тогда это все не она, а с подругой. Мы с ней сломали канон Наруто, чистого прикола, сделали персов и обсуждали вселенную, хотя знали, что творим полнейшую дичь. Было ли нам дело до мнения других? Очевидно, что нет. Нам это казалось просто веселой затеей, мы придумывали истории, мы рисовали картинки, мы просто развлекались. И если бы кто-то с нас посмеялся, нам было бы действительно без разницы, потому что какая тебе разница? И я буквально даже сейчас занимаюсь такой же фигней. У меня есть канонный комикс с канонным сюжетом, но тем не менее я шиперю свою бриз с чужим персонажем, просто потому что это прикольно. Очевидно, что это не канон и вообще никак на него не будет влиять эта история. Моя вселенная не разрушится и не умрет, если я по приколу создам еще одну с таким же персонажем, но другим сюжетом. Ничего не произойдет. То же самое и с аниме-мангой. Канон, он никуда как бы не денется, ведь все фанаты знают его. Один человек с собственной вселенной не перепишет канон во всем мире. Почему просто не отстать от людей и не мешать им наслаждаться жизнью? Она же вам не впихивает эти картинки, не кидает их в личные сообщения и не пишет, что вот это канон теперь новый. Если так делает, тогда претензий ноль. И если вам кто-то не нравится, вы можете просто не пересекаться с этим человеком. Честно говоря, я не понимаю, зачем усложнять себе жизнь бессмысленным хитом, если художник все равно будет это делать. Если вы не любите, например, какие-то вещи, которые я делаю, хотя может быть я в целом вам как художник нравлюсь, вы же понимаете, что если вы мне это напишите, я все равно это буду делать, потому что, ну камон, некоторые вещи приносят мне слишком много радости и удовольствия в жизни. Ну, в общем, что думаете вы? Еще раз говорю, речь не конкретно об этой художнице. В целом, как относитесь к подобным шипам, к подобным артам, к подобным персонажам? Делитесь своим мнением. Ну, в общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на инстатвиттер, в общем-то, чекайте все ссылки в описании, которые там есть. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, мы пообсуждаем эту тему в комментариях. И всем отличного дня!